Все, всем привет здесь, всем привет здесь, сейчас я сделаю фокус еще, так, все, познали. Значит, чем мы с вами занимались, ораторским мастерством, что мы с вами порчили, мы с вами, ну просто темы, которые мы чуть-чуть отрагивали, было про повторение, мы говорили про ОФП, в ОФП еще раз быстро, что входило, ОФП оратора? Приветствую, а, подготовка. Подготовка, это не в ОФП входило. В ОФП, смотрите, простая схема, я понял, что такое ОФП оратора. Первое, у нас есть кто? У нас есть тот, кто выступает, какой человек тут, он что-то рассказывает, бла-бла-бла. Первое, это то, что он рассказывает, это контент, который ты готовишь до этого. Второе, это место, где он выступает, это вот эта площадка, нужно проверить место, что, как, где стоит, где, зачем, почему работает проектор, свет, как оно будет работать. третье что у нас есть это у нас есть люди нужно проверить аудиторию на которую ты выступаешь и я привыкла разные примеры своих тоже личных опытов что это влияет очень сильно сейчас например я поеду на этот шаббат на следующий четверг меня будет я поеду в тбилиси там будет такой типа лидерский такой семинар и там тоже то есть я узнавал сколько процентов оттуда сколько оттуда сейчас я узнал что 20 человек из 50 будут из москвы и процент из них я на них уже вступал за все немножко меняю контент который дают чтобы не повторяться это нужно все очень тонко то есть нужно знать потом там будет там будут белорусы и москвичи значит и и из одессы и из грузии это надо подстраиваться под людей потом это третье это люди и еще две вещи помните было первое это что ты от них хочешь это уметь просить это сделает он там попрость сделать упражнение я не знаю там напишите еще что это получается 4 это просить а 5 это комплименты я вот считаю что те люди которые ходят в марашу это самые просто люди самые большими перспективами в мире я думаю что вообще еврейский народ это просто тема я думаю что мараша это просто главный стартап для того чтобы влиться вот в эту тему все сидят исключительно только исключительно вот таких как бы 5 пунктов да кто 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 то есть что что я рассказываю этим людям где я рассказываю кому я рассказываю уже не хочу и то что я это примерно такая примерно такая схема это то что у нас было теперь чем мы там это было видно теперь чем мы будем заниматься сегодня мы говорили с вами еще про настрой да что настрой перед настрой до выступления в принципе одна из самых определяющих вещей что состояние но может быть более важно чем какие-то определенные скиллы и да перед тем как ты что-то собираешься делать то есть например да по исследованиям невербальная то есть невербальные сигналы они определяют больше 50 около 55 процентов ну вот информации там процентов 38 идет на интонацию и процентов 7 что ли идет на собственно вот содержание то есть людям как бы содержание вообще такое да то есть вопрос весь в том как бы настроен определяющие штука и только то как происходит то какую картинку ты видишь она влияет намного сильнее вот например может продолжать долго и привести что-то изображает да такое в разных форматах и это основная то есть выходишь это основная часть выступления в каком-то плане да вот теперь это то что мы уже чуть с вами обсуждали теперь что мы будем делать сегодня это будут техники собственно самые первые дальше что что человеку что-то мешает выступать что мешает и там страхи я думаю мы займемся в следующий раз есть не в принципе человек куда доставать и ретики это раз и второе есть еще неудачи да неудача тебя ты будешь наступать и умрешь ну да не устроишь вораторского связываться страховские потому что как бы ты люди стадные тебя исключат из стада скажешь что ты посмотрит за скажет и ужасный а человек который не прицеплен ни к чему и никому он один в пустыне ну в общем чувствуешь что он гад он что он может умелеть в принципе да вот теперь так что мы будем делать сегодня это страхи разберем потом а сегодня мы займемся именно более такими техническими моментами как выйти из этого ну вот то есть то есть ты уже немножко в таком подход подкошенном состоянии как из него выходите как ну как готовится ко всему что что будет происходить то есть опять же мы еще находимся до в периоде до выступления да и оффп это все до выступления например оффп что тебе нужно постоянно тренироваться если ты хочешь научиться выступать то нужно вот только кто-то а хочешь выступить да я иду я первый нужно все время качать скилл теперь что нужно то есть какие есть как бы какие-то паттерны что делать до собственно выступление чтобы сбросить эмоциональное напряжение которое собственно меняет вообще страх да в рану всего начался весь путь авраама дальше бог ему сказал лих лиха иди к себе ну то есть по своему пути выходи из своей страны из и из выходе из дома своего отца язык установок из своего окружения язык установок и из своего менталитета своей стороны всего этого выходи и иди полностью выходи из своей зоны комфорта и продолжай вот этот рост здесь это принципиально важно преодолевать вот этот страх и работать на наращивать наращивать новые что-то новое наращивать обороты теперь так значит это сказал то что я сейчас буду рассказывать вот эти мелкие штучки нужно из них теперь чтобы но ну как бы помогло кому-то что-то помогает больше одно кому-то что-то больше другое нужно не делать комбу да то есть пробовать разные вещи большую часть из этого я всего пробовал то есть я скажу что я пробовал скажу что не пробовал каждая одна вещь она принципе помогает насколько то если у тебя есть такой хороший комбо то можно прямо менять состояние в принципе теперь зачем это нужно людям которые не собираются выступать это в принципе это все техники потому как просто снимать стрессовое состояние в принципе в любой ну то есть в любой другой в общении перед встречей перед ну в любой ситуации просто разные такие штуки мы одно уже проходили кстати помните было пять пять пунктов да а шандак была такая система там дышать через это помните был да она была кто был кто был кто был на это мыльные пузыри мыльные пузыри кто был еще окей так вот значит так первое первое это что человеку нужно сделать это представить давайте будем прям писать там не 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 это это я потом это потом скажу а вот что там перестал писать представить худший расклад это так сказать ну вот ну вот и вот вот что самое худшее может произойти что я сейчас могу сделать сейчас ну вот что не упасть это как бы оно меня даже не опозорит то есть я имею ввиду вот именно в плане вот прям вот опозориться опозориться вообще забыть о чем надо говорить да вот забыть или я могу покраснеть или я могу начать там ступить или нести чушь или заплачивать да убежать да убежать слиться то есть что еще страшнее давайте теперь еще хуже ноутбука вырубить я не включу не но это я справлюсь с этим ты уверен? да точно спустите включить я не включу а? запинаться не включится да запинаться что еще? спотеешь еще хуже спотею это уже тяжелые пошли что еще? руки траскиться да вот руки потеряешь сознание нет сознание ну да тоже да окей вот вот можно еще что-то такое всякое начать издавать звуки разными местами да это 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 я думаю хуже всего теперь вот вот ну это все не променяется значит теперь вот самые худшие варианты теперь ну вот ну вот оно произошло и что? бежать ну все как не мы уходим и взмогашем возвращались не ну типа ты жив здоров и как бы ничего не произошло можно? но нас не будем больше здесь а? нас больше здесь не будем аааааа ну как заменят до кого-нибудь адекватного как отёси да всем тут привет тоже ну а уходишь в ваших глазах не обязательно смотри потом ты можешь выступить второй раз офигеть Веня смотри вот ты первый раз выступал все думали что а потом ты выступил а потом ты а на следующий раз а на следующий раз ты пришел и выступил офигенно любой человек может потом прийти опять и рассказать вообще то есть любой человек такой который достиг чего-то аутрейджесно что называется великого и обалденного он где-то вот просто вот иногда запоролся просто дико просто вот шейм просто и это никак не помешало ему потом стать тем кем он стал таких примеров масса то есть в принципе глобально ну что-то будет неприятно как бы временно но ничего такого страшного в общем-то не получится это первое да? никто от этого никогда не умирал второе второе это будет вот так наверное да непосредственно перед ну то есть что помогает скинуть это вот это вот все это физическая нагрузка непосредственно перед перед выступлением оно помогает очень хорошо опускается адреналин в принципе добавляется вот эти мысли о которых ты думаешь как это работает? это работает по очень важному принципу Рамбан пишет это в письме своим усы но есть там книга целая Тора и здоровье очень интересная у нас как бы основной принцип что внешне влияет на внутреннее то есть в чем суть как бы всех заповедей в чем смысл того что мы обязаны что-то что как бы иудаизм это не как другие религии что это какая-то там идея какие-то что это постоянно действие в чем суть? что внешнее влияет на внутреннее ты хочешь стать добрым нужно делать добрые действия они создают через какое-то время доброе внутреннее наполнение это то что? то есть это то как работают вся Тора и все заповеди теперь физическая нагрузка работает точно так же физическое состояние напрямую влияет на физическое действие влияет на состояние То есть, напрямую. После тренировки ты чувствуешь себя по-другому, чем после долгого возлежания в кровати. То есть, с этим ничего не поделаешь. То есть, физуха такая, что-то отжаться, попрыгать, побегать. Многие там прыгают. То есть, такое пустить кровь, надышаться, что-то такое сделать, оно сбрасывает, меняет картинку в голове и помогает хорошо. Это, кстати, относится не только к тому, что при выступлении ваших детей, а перед любым стрессовым событиям. Это всё, давайте вот здесь начнем. Это всё Те-техни-ни-ни. Извиняй за мою почерк. Я хотел сделать кого-то ещё писать. Уже опозорился. Да, я опозорился, честно говоря. Нет, прикольнее всего ещё. Кстати, очень прикольно, я видел несколько раз это, что люди заранее знают, что я в этом могу опозориться, А потом он на это же рассказывает или какой-нибудь анекдот, или он уже продумал, что он сделает в том случае, если он вот так опозорился, и это превращается просто в вишенку. То есть там, пошутил тупо, а потом такой, ну анекдот не мой конек, мой конек и гуня. Типа какие-то такие, да? Силья, патрация. Силья, патрация, да. Как это? Ну, не важно. Сейчас, сколько будет. Значит так, физическая нагрузка. Дальше, есть такое, это я ни разу не использовал, но как бы я думаю, что оно работает. Сейчас я поспешал. Напишу. Это, может быть, я как бы бессознанно это делал? Двигать челюсти. Как? Силья, челюсти. Ну, например, то есть то, что часто происходит, то есть ты выходишь в таком, в амбицильном, пришивленном, перекорёженном состоянии. Вот, то есть, ну то есть, да, сразу после этого, четвёртое, давайте сюда напишем, это, как это, я поменяю пунктами, есть ещё вот такое, ну то есть, разумеется, всё это не стоит делать, так сказать, ну вот уже, то есть ты выходишь сюда и начинаешь прыгать, крепляться, да, и тупить. То есть это лучше всё сделать где-то в более уединённом месте, вот, да, то есть погремашничать, то есть это расслабляет, то есть вначале всегда это очень, то есть поскольку ты напряжён, у тебя всё, ты в страховом немножко, в таком состоянии чуть-чуть, да, и внутри, и снаружи. Конечно, вот всё расслабить, это то, что будет, вот то, что мы с вами просто раз уже изучали чуть-чуть, что если пережать сильно мышцу, то ты потом, то есть если ты напряжён, то пережми до конца, и потом ты не сможешь напрягаться, если сжать что-то до конца, оно потом расслабляется, не может напрягать больше. То же самое, то есть прям, то есть прям, да, довести до безумия, ты выходишь, у тебя лицо уже такое немножко будет атрофированное, то есть он не будет таким, да, ну и то же самое, то есть та же самая идея двигать челюстью, то есть как бы ей ты будешь в основном разговаривать, да, вот, и подвигать челюстью и погремать. Это то есть такая разминка для лица, и есть ещё такая штука, 5, ну короче, не буду писать, представьте, 5, 6, 6, 6, 7, 7, я, честно говоря, я уже лет 7, я только печатаю, я писал, я только подпись свою пишу, где-то было. Шинель, 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 что за шинель, вот сейчас, сейчас просто на, прям на, на это, буквально на полминуты, просто вот, закройте глаза, представьте, что на вас надета такая шинель, ну, шинель, знаете, что это, да, такое военное, такое, пальто такое тяжеленное, тяжеленное, что надета вот на, 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 на плечи шинели, она такая тяжелая, прям и давит вниз, она такая теплая, приятная, она прям продавливает вниз всё тело, а сейчас она ещё такая, знаете, намокла под дождём и стала ещё 2 раза тяжелее. Вот эта штука, как она работает? Мозг не отличает воображаемое от действительного. И воображение, то есть то, что ты себе представишь, мозг так и думает. Поэтому цены кажутся реальностью, а люди, которые верят, что они могут что-то достичь, намного более вероятность, что они смогут это достичь. Теперь на мозг все работает так, что то, что ты представляешь, он не различает между реальностью и воображением. И что это делает? Это просто расслабляет тело, его припускает, расслабляет мышцы. Такая тема, да? Как аутогены, это не ровно такая. Шинель. А ты так пробовал? Вот с шинель, я не пробовал, я не пробовал челюсть. Ну, вот как бы, когда я про это узнал, мне уже было не надо с шинелью, честно говоря. Ну, здесь я как бы... Вот. Дальше, вот эта крутая очень штука, 6. 6, это вот это то, что мы с вами уже изучали. Я очень быстро просто мы это пробежим. Израильская система называется Ашандах. Это сокращение, да? Ашандах, сейчас. Ашандах, да, это согласные, чуточные. Первое Ашандах, это Ацор, остановись. То есть, у тебя, раз ты пошел в калериоскоп, и все будет ужасно. Боже, боже, там люди такие, сейчас я просто... Будет ужасно, короче. Да, у тебя дальше, говори кино, что ты будешь... Ну, просто все будет ужасно. Первое, это остановить, да. То есть, надо первое просто... Так, стоп, на паузу. Все, понятно, что все будет ужасно, но выгоди. То есть, это как бы первое. Второе, это вот это шея, это пережать все мышцы. Просто пережимаешь... Можно одну руку, можно хочется тело. Пережимаешь просто до максимума все мышцы. Потому что, если ты что-то напряг до предела, но потом расслабляется, ты больше не можешь его напрягать. Это очень хорошо, что слухо сбрасывает стресс. Работает как физическое упражнение. Потом есть Нэ, это дыхание. Это то, что делают вообще... То, что я видел, это очень прикольно. Нам прямо раздавали эти мыльные пузыри. И выдышать нужно точно так же. Быстро вдох, и потом очень долгий выдох такой через... Это такое дыхание, которое сбрасывает хорошо. Дэ, это что? Дэ, это как бы мысли, которые ты сопускаешься, типа, я знаю, я могу, да? То есть, в общем, кому что заходит, да? Успокаиваешься. А? Успокаиваешься. Да, короче. Ну, какие-то позитивные, я не знаю, что там. Конечно, инстаграм Крин Тасьевич. Да, 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 и все. И последнее, и последнее К, это Кадима, это вперед. То есть, ну, и просто надо дальше начать что-то делать. Занять себя каким-то делом, и не оставаться в такой прострации. А можешь еще добавить что-то? Давай. Помнишь, эта система была разработана для детей, школьников, которые учились в школах, которые часто бомбили в Израиле. Да, да, да. То есть, где рядом просто, ну, были какие-то военные действия. Дети бомбили или в школах. И, по этому, у детей часто были панические атаки, потому что они очень нервничали за это. Да, да. То есть, для них очень сильный стресс. И, в результате, у каждого вели для них, и они быстрее начинали успокаиваться. Да, там было, там как бы просто сверяли школу. То есть, одной школе это ввели, потом их просто сравнивали со школами, в которых этого не вводили. Там не было панических приступов у детей, у которых вот эти пять пунктов делали. То есть, я не знаю, может быть, давайте пропишем, чтобы потом можно было это сфоткать. Твою почту? Не надо. А, ну... Не, ну могу не писать. Вот такой пустой пункт. Ладно, я хочу, значит, стоп. Еще не видно ничего? Стоп. А есть еще вот красный. Сейчас вот красный. Давай включим. И там, мы знаем, ты можешь. Могу красиво писать, но не менее. Так, стоп. Стоп. Второе, что было? Ашан, это мышцы. Пережать, да? До конца. Мышцы. Потом, дыхание. Дыхание очень сильная штука. Вообще, на песне, чтобы Бог вдохнул душу, да? То есть, дыхание, это вообще такая вещь, она очень сильно влияет на состояние. Все, в общем-то, техники по изменению состояния, которые сегодня есть, они идут через дыхание, следи за легкими и так далее. А еще дыхание в упражнении худей. Может, давайте кто-нибудь будет писать, чтобы оно было потом вообще? Нет? Дыхание. Ладно. Что там? Дэ. Что это? Мысли. Мысли. И последнее. Вперед. Ну, типа, действуй, да? Ну, или вперед. Ладно, давайте напишем. Действуй. 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 Вот это такая, это очень сильная штука. То есть, эти, как бы, тоже все 5 пунктов их делать, ну, почти точно, что оно как-то у тебя сбросится. Так? То есть, как бы, когда имеешь много-много в арсенале, что-то точно подойдет, плюс в комбине с чем-то точно, ну, то есть, оно точно как-то, точно как-то сработает. Есть еще такая тема, пробовал пару раз, прикольная штука. Это называется, это, по-моему, ключ, что ли. Это тема, типа, такая, набор каких-то упражнений, ну, в стиле, то просто расслабляешься. Ну, когда ты напряжен, да, дальше начинаешь делать такие движения, просто вот расслабляешь тело, такие вот всякие штуки, что-то такое, в общем, всякие такие штуки. То есть, просто, ну, или можно просто расслабиться и как-то вот так болтыхаться, да? Ну, то есть, поскольку все пережатое, оно помогает и тоже, опять же, влияет на внутреннее. Ну, это всякие будут. Такого просто из идей, в принципе, да? Есть такая, как бы, идея, да, что нужно, ну, в принципе, по жизни нужно, ну, нету другого пути преодолеть страх, кроме как идти на страх, да? Обычно, ну, на практике всех людей, я думаю, которых, ну, которых я знаю, которых вы знаете, люди, когда чего-то сильно боятся, потом, когда они прут и проходят через то, чего они боятся, просто страх, и они проходят вот так мимо, да, и все, как-то, да? И все, и нет проблем, да? Вот, то есть, здесь напишем 7. Непонятно, зачем бояться, еще будет, и ничего страшного не произойдет. Идите на пациент останется. Идите на пациент. Он нас посылает, да? Идите. Если что-то надо, то идите. Идите тоже. Не, в принципе, в принципе, то, что еще позитивно, это то, что нужно не, ну, не бояться быть, там, смешным и иногда, ну, опозорить. Это можно даже иногда специально делать, оно так будет, наоборот, ну, в плане выхода из зоны комфорта и привыкания к каким-то новым условиям, оно будет очень, ну, так хорошо будет работать, да? То есть, нормально, это все, это все хорошо. Дальше есть еще такая тема, то есть, это уже больше не по преодолению страха, это больше по состоянию, да, по внутреннему состоянию, что, ну, и это то, что я использовал больше всего, лично я, последний вот это, то, что я здесь напишу, то есть, это было больше по сбрасыванию стресса, да, это я чуть-чуть дам уже из следующей части. То есть, нужно выйти из негатива и прийти дальше, вот этот настрой, состояние, о котором мы говорим, типа, эй-эй. вот здесь самое прикольное что что если это показывает на публику это выглядит все очень странно но в стиле вот как пение что-то говорит ты машина ну к этому нужно обязательно прибавлять это просто делать в туалете я не знаю где делать еще прям ну можно можно знаете или например да я один раз просто проследил за собой это очень прикольно работает я был такой очень сонный мне нужно было докричаться в шаббат мне нужно было чтобы мы открыли мы договорились что окно будет открыто мне нужно было крикнуть там до пятого этажа по-моему чтобы не открыли но они это заняты договорились я был очень сонный я такой там аруэ ну что-то имя там крикает там больше типа я ну потом уже понял то есть раза три крикнул я был совершенно другом состоянии в пользу этих трех криков то есть если опять же если мозг представляет что ты бежишь от медведя то он включается если просто и можно даже не кричать ну она она все сильно меня меняет ну внутри внутреннее ощущение состояние это непосредственно ну при подготовке это то есть если если оно надо то это то что можно сделать типа я даже не знаю как это записать что это не визуализация типа когда я так странно себя пробуждение матрица перезагрузка это пробуждение ну как это я не знаю двигаться короче включиться я не знаю включение перезагрузки включение сложно писать внизу включиться очень понятно прям теперь пара такие например вопрос да еще какие вопросы надо ответить про алкоголь кофе перед выступлением какие-то шоколадки это нормально ну нужно ли принимать успокоительные или там наоборот какие-то я понимаю немножко водки для водки очень даже что? для водки да? для водки очень даже да да ну вот у меня чтобы более было тепло у меня как раз есть один пример когда один человек принял и потом просто не очень да перебрел да перебрел вот ээээ многие говорят что лучше ничего не принимать потому что это да индивидуально но как бы общее правило что лучше ничего такого не принимать потому что не знаешь как оно сработает и особенно когда ты я не знаю когда ты в стрессе я не знаю просто дело в том что может быть поможет а может быть что будет такой эффект что все станет намного намного хуже то есть как бы ты бы жив о боже мой мне страшно да ты выходишь в туалет потом выходишь бах у стопку ну не точно как бы советую вот этим особо не вы не ахахах не яよário казалку не меня не ну и ну и пути ну и ну и то есть и все причем когда есть когда есть что если есть есть перед этим. Технический момент, но он сильно влияет в процессе на состояние. Я обычно, когда вот здесь я вам уже что-то рассказываю, я вот здесь вот там из ужина, или там овощи, может быть, какие-то. Но лучше в таком нейтральном состоянии или в состоянии легкого голода. Это как бы оптимальная штука. Если поесть до этого, тебя начнет просто отрубать чуть-чуть. И это может сильно помешать. Что мы еще с вами сказали? Напишите, что это было просто. Да, 9 здесь. Ну, еще просто плюсом, да? Плюс алкоголь. Плюс алкоголь. Нет, алкоголь минус. Ну что, значит, здесь алкоголь мы обсудили. Ну, то есть можно, но в очень каких-то умеренных... Еда. Ну, опять можно. А? Ну, опять можно. Не, 0,5. Чего? Ну, даже воды, в общем-то, боги, очень хорошо. Ну, вот так. Теперь, что еще? А если ВТБ распродаживает? Пойдем в воск. О, две две! Так, сейчас, погодите, момент. Один момент. Успокоительные тоже. Ну, успокоительные. Они просто, ты не знаешь, как оно сработает. Особенно, если ты в стрессовой... Оно стормаживает. Да? Стормаживает. Да? Если ты в стрессовой ситуации, она может сработать вообще, прям, вообще не для тебя. То есть... Опасная-опасная штука такая. Что еще? Давайте, ну, может, сразу это уже пролетим дальше. У нас еще есть нормальное время. То есть мы, как бы, настроим больше... Ну, настроим... Давай расскажи, что ли. Мы про алкоголь. Да. Про алкоголь. Да. Про алкоголь. И плюс или минус. Если на опыте, именно, своего организма и своих ситуаций, значит... Что опыте? Опытный! И 50, именно, будут сомневать и будет только плюс. Не, ну, то есть надо это хорошо заранее так и проверить. Да. Если сомневаешь, лучше надо. Опытом множественных повторений. Своих. Своих, да, собственно. А после похмелья выступать, как оно нормально или нет? Такое. Хорошо, давайте теперь мы сделаем так. Так, можно сфоткать и мне прислать потом? Я просто хочу стереть. Может, не надо. Да, оттуда доставка. Есть у кого? Да, может, да? Сфоткать телефон. Можно, да. Что-то нормально. Немного степенья. Немного степенья. Леша, придется? Кей мне в телегу, пожалуйста. Теперь, а, да, что технически с этим делать? Любой человек, который хочет дальше выступать, в общем-то, ну, запомнить. Это слишком много, чтобы это запомнить. Что нужно сделать перед тем, как ты, собственно, готовишься к выступлению? Нужно просто список открыть и посмотреть, что из него я могу сделать. Можно заранее проверить, что на тебя хорошо влияет, да? И потом, перед, собственно, выступлением, этот список нужно открыть и по нему пройтись. Хорошо. Поскольку у нас время теперь есть еще одна. И так, какие страхи вы сказали? Что, у вас еще дебаты на эту тему? Уже это на спортивные. Ну, рутя такая, рутя, я знаю, рутя за здоровое вооружение. Рутя сейчас идет. Да. Рутя сейчас. Значит, теперь давайте спросите дальше. Что вы сказали, мешает больше всего? Ну, страх. Страх. Страх облажаться. Страх. То есть это страх. Страх критики. Надо, наверное, тоже учиться писать. Но это, честно, вы не собираетесь. Страх. Страх. Страх не у. Ну, я думаю, как-то оно можно разобрать. Неудачи. Да. Второе. Страх критики. Страх критики. Страх. 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 Страх критики. Я говорил, я пью. Внимательно. Страх критики. Что еще есть? Ну, это, может быть, еще третий пункт можно написать. Это или отсутствие опыта, или еще хуже, неудачный опыт. Значит, плохой. Ну, напишем, плохой опыт. То есть это или его нету, или он уже был, и он такой плохой. Плохой опыт. Прошлый. Так? Это, в общем-то, три вещи, которые... Основные три вещи, которые мешают. Есть? Теперь, ну, страх неудачи, понятно. Любой человек всегда боится облажаться. Тем более публично. В Талмуде написано, что тот человек, кто заставил... ... Сейчас, чтобы эта волна пошла. Одна из самых базисных, основных и глубоких потребностей человека – это потребность в значимости. И потребность в смысле – это как бы то же самое. То есть, любой человек, он не выносит, когда ему показывают, что ты ноль, да, и ты никакой. То есть, как бы, унижение – это хуже всего. По хвалу любят, как бы, все в какой-то форме ее любят комплименты и что угодно. Ощущение собственной значимости – это один из, в принципе, главных драйверов человека. И, как бы, он придерживается того направления, того хода мысли. Он дружит с теми людьми или не дружит с теми людьми, которые это ему дают или не дают. То есть, как бы, это, в принципе, человеку нужна значимость, короче. Теперь неудача, она показывает, что ты ничтожество, да? То есть, как бы, ну, вроде как. Ну, по-простому, да? То есть, это то, что уничтожает твое собственное ощущение, что я вообще что-то стою. Ну, вот эта самооценка, оценка себя, ощущение, что я стою чего-то, или не стою, я хороший, или нехороший – плохо. То есть, значимость в смысле выделения на фоне других или в смысле одобрения и принятия? Даже это, можно это рассматривать вообще без фона других. В принципе, то есть, как бы, самооценка, типа, я, я вот, я какой? Я хороший, плохой, то есть, я достойный, недостойный. Когда у тебя появляется много источников из зне, которые говорят, что ты беспонтовый, то это сильно бьет по твоему вот этому ощущению, ну, какой я. Ну, я сам себе всегда это говорю. А? И моя мама. Не то, что, это не обязательно как бы эго, просто вот мой внутренний диалог, типа, я нормальный или ненормальный, хороший, нехороший. То есть, огромная эта проблема, мы уже обсуждали здесь про самооценку, вот с этой самооценкой, что эта вещь больше всего влияющая на поведение, действие, решение человека. Огромное количество людей занижено, то есть, они чувствуют про себя не то, что есть в реальности, а люди верят своим чувствам, как бы, в первую очередь, а в реальность уже во вторую очередь. И они могут верить, что я не могу, что я беспонтовый, что у меня не получится. Это много-много вариантов, да. И это одно из самых неприятных чувств. Одно из самых таких приятных чувств, что я сейчас делаю что-то, что важно, что я занимаюсь чем-то важным, что я живу жизнь просто. То есть, это может быть как с физических базовых потребностей, так и до высоко духовных, но как бы по всем человеку нужна плюс-минус какая-то значимость, чтобы общий знаменатель был, что я как бы не что, что я что-то, да. Поэтому любой человек, он просто страшно, он реально боится, поэтому любой боится неудачи, унижения и особенно публично опозориться, то есть, это вещь страшная, это то есть страх неудачи, что я что-то скажу, посмотрю так, потом вот это, и будут у меня проблемы. Что с ним делать? Ну, первое, да, это мы, в принципе, уже тоже сказали, что, ну, за, наверное, за исключением редких случаев, за выступление никого не убили. В общем, и никто от этого дела не умер. Это, как бы, первое, что надо знать. Сейчас, как бы, мне это сюда вынести, вот так будет, будете брать здесь, что-то страх неудачи. Теперь, первое, что с ним есть, я думаю, я не знаю, второе мы сегодня стоим или нет, давайте один разберем. В принципе, первое, это то, что нужно... Ну, что такое мозг человека и как он работает? Чуть-чуть маленькое такое введение в эти фильтры и интерпретации. То есть, любой человек, это подзагруженный уже в его голову набор фильтров с детства. То есть, любой человек, например, он приходит, я не знаю, видит меня, а дальше у него уже есть много загруженных фильтров, от которых зависит дальнейшее его поведение по отношению ко мне. Например, ему, может быть, самое первое, что он услышал про евреев, это, я не знаю, бей жидов, спасай Россию. Тогда, когда он увидит у меня на голове вот это, у него будет, как бы, одна реакция. Если ему сказали, что евреи, там, святой народ и самые мудрые и так далее, это первое, что он услышал, у него будет на меня другая реакция. Дальше она может, как бы, немножко, там, как-то переформироваться. Человек, который занимается собой, он может вообще, там, сам собирать у себя конструктора и менять свое восприятие по отношению ко всему. Но это то, что называется, cognitive bias, да, это когенитивная предвзятость. Типа, да, то есть, я не знаю, как перевести правильно. То есть, у нас есть много предубеждений, можно сказать, да. То есть, есть уже огромное, просто, бесконечное просто, такой калейдоскоп каких-то огромных факторов, фильтров и всего. То есть, каждый сейчас здесь в комнате воспринимает меня по-другому, хотя, как бы, вроде один и тот же. Потому что у нас у всех забыл какие-то разные, ну, как, знаете, этот свет в свете, да, и туда кадры переставляют. То есть, у каждого вот этот кадр, он какой-то свой, он видит другую картинку. Призма. То есть, как бы, очки, очки у всех разные, у кого-то там розовые, у кого-то. Вот, теперь, теперь, вот этот вот, вот этот вот фильтр, фильтр этот, он состоит, сейчас, надо выключить звук. Вот этот фильтр, то, как ты фильтруешь всю входящую информацию, то он, в принципе, состоит из слов, ну, собственно, интонации. То есть, тебе первый раз сказали, они ужасны, ну, там, их надо убивать. У тебя, раз, наматывается, то есть, вот, как бы, вот стоит, вот, вот, еврей, да, и у тебя на него наматывается вот этот лингвистический паттерн, ну, уничтожить, да, то есть, и у тебя вот это все, оно с ассоциацией плохо, ужасно, то есть, надо с этим что-то делать, решать проблему. Теперь, как работает вся система, получается, есть, как бы, объект, тебе на него намотали, какой он, тебе его описали, как следствие, у тебя в голове начинает играться какой-то фильм, как оно произойдет, то есть, и что надо делать, и сейчас вот кино, которое передо мной, ну, хорошее или плохое, позитивное или негативное, и это все создает что в итоге? Мое поведение в ситуации, да? Да, то есть, я могу, типа, увидеть закат и просто залитнуть и прям восхищаться, могу не заметить его вообще, да, то есть, это все зависит вот от этих, от того, как меня научили фильтровать входящую информацию в течение долгого времени. Что тебе закат вспомнил? Кайсик, довольна. Значит, теперь так. В общем-то, все, теперь, что определяет состояние человека, это то кино, которое он смотрит у себя в голове. Это, в принципе, то, что влияет на состояние. Теперь человек, когда он идет выступать, обычно мозг, он откуда берет, ну, вот это кино, откуда он его берет, то есть то, что я вижу, вот оно произойдет, некоторые события в будущем, из того, что было раньше. То, что я запарю что-то. Как он это моделировал? Из того, что было раньше. Из прошлого. Все это из прошлого огромного опыта, который ты накопил. Ты, может быть, что-то видел в кино, какую-нибудь комедию где-то, да? Может быть, это твой собственный опыт, может быть, это чужой опыт, свой собственный опыт, он сильнее, чем чужой. Но он как-то собирает такой конструктор и создает то, что ты потом... То есть, он тебе рисует... Но это, как бы, абсолютная иллюзия, нереальность, и никакой связи с реальностью не имеет. Просто это вот картинка, которая сам твой мозг, как пазл собрал из чего-то, что тебе кажется, что там произошло. И, опять же, то, как ты это отфильтровал, может, оно вообще не так, да? Теперь, чтобы зависеть... То есть, теперь, вот это кино, оно влияет на мое состояние. Я, если сюда захожу, как бы, с мыслью, изначально я посмотрел кино, что будет здесь, мне будут кричать шейм, и, да, и все будет... Ну, то есть, пошел вон отсюда, да? И, там, я не знаю, евреев надо убивать, да, просто. То тогда я сюда, если вообще зайду, да, то я зайду, ну, как бы... Ну, понятно, в каком состоянии. Я не знаю, как этот человек может выступать, да? Теперь, для того, чтобы вот этот страх неудач, он, как бы, его как-то переключить, нужно себе научиться крутить другое кино. Это просто... Это просто... Это просто... Бомба! Я такой полезной информацией... Не прямо вот просто... Ты закончил, и все просто вскакивают, и начинают просто хлопать в ладоши, пожимать руки, просить расписаться им, я не знаю, на лбу, дают Оскар, Грэмми, Нобелевскую, и... В общем, все просто... Все благо сыпятся на тебя с небес. Как оно будет, никто не знает, но, что называется, тот, кто стремится, как Бог сказал Авраму, да, что я сделал уже в потомках многочисленными, как звезды, что тот, кто стремится к звездам, он, как бы, ну, до... Докуда-то он допрыгнет выше, чем тот, кто не стремится никуда, да. Ты показываешь себе самое прекрасное кино, какое только можешь. Ну, это тоже скилл, который надо натренивать, вот эти мультики смотреть. Теперь, чем позитивнее ты себе кино покажешь, тем в более позитивном настрое ты будешь находиться. Понятно, да? То есть мы все смотрим какое-то кино о будущем, которое с реальностью мало как связано. Если ты умеешь сам рисовать себе кино, отстегивая его от картины, которая тебе сам строит прошлый опыт, ты можешь сам создавать кино и этим менять на свое состояние. То есть все как бы лидеры еврейского народа, это все были люди, которые именно умели смотреть очень качественное кино. То есть любым таким лидерам им драйвила какая-то мечта. А мечта это что? Она сейчас еще не реальность. То есть Авраам, да, то есть он вышел там из всего чего он вышел и пошел в другое место, в другие обстоятельства, в тяжелые, да, потому что им драйвила какая-то идея. Он видел какое-то кино о своих отношениях с Богом, о своем будущем, о будущем мире. У него была какая-то картина мира, которую он видел, и он за ней пошел. Это то, что ведет человека. Вот это тот образ, который он смотрит. То есть это, как бы, как мы это назовем, позитивное кино. Теперь, какое позитивное кино будет у вас, это ваше дело. То есть может быть, что вам будут хлопать, я не знаю. Ну, в общем, можно представить что угодно, да, какое это будет кино. То есть что это будут, ну, что, 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 что вот люди, что аудитория должна сделать вот прям, чтобы... Похлопать. Похлопать, да. Что еще? Автографы. Вот, и дальше просто вот, а сколько, а сколько, а сколько народу сидит? Сколько? Аудитория 20 просто тысяч человек, да, просто. И они все просят автографы. А ты такой, нет, нет, у меня, со мной уже приехала моя, кто? Тесла. И я уезжаю, простите, я не могу. Да, короче, то есть, что еще? Автографы. Очень много людей прожекла. Я не знаю, можно представлять все что угодно, да. Но вот это кино, это то, это основное, что влияет на состояние. А поскольку нужно, то есть, даже если ты выступаешь плохо, вот ты вошел в нормальный состояние, ты выступишь лучше, чем ты выступал бы в плохом состоянии, да. И как бы это то, как можно наматывать и постепеть. А потом неоправданные ожидания. И постепенно. Безумовцы, деньги, славы, аплодисменты. Не, ну, если ты делаешь, если ты понимаешь, сознательность правит мир. Если ты знаешь, что ты сам себе рисуешь кино сознательно, а будущее никто не знает, и никто не знает, как оно будет, то, как бы, это тот процесс, в котором ты управляешь. Вот и все. Ты сам решаешь, получается, какое у тебя будет состояние. Вот такая тема. То есть, мы с вами пришли много о том, как сбавить технику от стрессовой рисушки, да. Ну, и просто, и мы с вами узнали про страх неудачи. Первое, это здесь позитивное кино, второе, потом будет. А может сейчас? Сейчас. Мы готовы. Ну, я могу так просто дать этот спойлер такой, да. Давайте, давайте вот здесь мы пока остановимся. В следующий раз я инфломастер получше выиграл. Да? Все. Теперь, что надо сказать, как бы, что самое... Да, сфоткай. Да, сфоткай ты сейчас. В следующий раз я тоже объясню. Теперь, как бы, что самое важное нужно сказать, что... То есть, любой там человек, который, ну, я не знаю, ведет за собой людей, что-то лидерское, что-то это, то есть, как бы, выступать – это обязательный скил, да. В принципе, там Мошера Бейну, да, это вся пятая книга Торы «Дворим», она вся про... Это просто его прямая речь на аудиторию 3 миллиона народа. Я не знаю, как там они слышали все, что он говорил, но там, видимо, как-то Бог наладил систему и аппаратуру. Вот. То есть, теперь... То есть, это очень важный вот этот скил. Теперь любой человек, который вот этим занимается, он может, как Авраам и как все вот эти великие люди, он может очень хорошо качаться в том, чтобы выходить вот из этих своих привычных границ, да, чтобы все евреи начались... Авраам начался с того, что он вышел из своего вот этого environment. Евреи начались с того, что они вышли из Египта. Мицраим – это что значит? Слово? Мицраим? Нет, 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 есть... Цар, да. Ограничения, да. Весь путь человека в этом жизни, в этом мире, что он из тех ограничений, в которых он находится сейчас, приходит в более широкую реальность, расширяя себя, свои знания, свои возможности, свое восприятие, вот эти же опять свои фильтры. То есть, это очень хорошая штука. Это тоже очень хорошая штука для того, чтобы вот эти свои горизонты расширять. Всем спасибо. Долгожданная реклама. Добрый вечер, да. Всем привет, все, всем удачи, всем хорошего вечера, пока вы.